и прямая ответственность западных стран. Спасибо, Мария Владимировна. Еще один вопрос. Недавно президент Турции, Реджеп Таид Эрдоган, заявил, что в 2025 году российские миротворцы должны уйти из Нагородного Карабаха, и что это предусмотрено трехсторонними договоренностями между Москвой и Реваном и Бакуей. Как бы вы это заявление могли протестировать? Вы знаете, я хочу напомнить, что Анкара не является стороной заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Именно на основе этого документа в зоне Нагородного Карабахского конфликта был размещен российский миротворческий контингент. И именно в этом документе четко очерчены как сроки пребывания контингента в регионе, так и параметры его возможного продления на очередной пятилетний период. Российские миротворцы, напомню, продолжают выполнять важную стабилизирующую роль в Нагородном Карабахе. Основная функция – это поддержание режима прекращения огня, боевых действий. С учетом сохраняющейся в регионе напряженной ситуации, его деятельность сейчас еще более востребована. Поддержание мира на Южном Кавказе отвечает интересам как Азербайджана и Армении, так и регионалов, как, мне кажется, включая Турцию. В этой связи мы отмечаем слаженное взаимодействие с турецкими партнерами в рамках совместного российско-турецкого центра в Агдамском районе. Спасибо большое. С нами Лирия Новости.